Я представляю организацию, это гильдия журналистов местного самоуправления, до недавнего времени там работала. Почему мне интересна эта тема? Знаете, мне кажется, Курилы, это такое есть выражение, замковый камень. Это тот камень, который держит арку. Убери этот один камень, все разрушится. Так вот, убери Курилы, и может начаться цепная реакция, цепная реакция сдачи России. Понимаете? И я еще, так как я журналист, я могу сказать о журналистах. Журналисты избегают этой темы. Почему? Потому что боязнь, с одной стороны, а с другой стороны, очень малая информация. И журналисты обходят, пишут о бабушках, о дедушках, которые там где-то бабушки спляшут, хор ветеранов поет. Понимаете? А эта тема, это очень важная тема. Но еще очень интересно. Я была на Сахалине, мы ездили специально, чтобы побывать на Курилах и посмотреть, что вообще происходит. И столкнулись со следующим, что очень многие люди, живущие там, считают, что ничего страшного не происходит. Но будем осваивать Курилы вместе. Я, знаете, таким говорю. Вы свою жену осваиваете вместе с соседом? Нет же такого. И вы не говорите, вот сосед, который, кстати, претендовал на вашу квартиру, на ваше жилье. Вы не говорите, сосед, приходи ко мне, будем с тобой вместе осваивать. Вы помните, у вас где-то там сохранилась память, что у этого соседа есть к вам претензия. Так вот, в данном случае претензии более чем серьезные. Почему? В Японии до сих пор проводят праздник северных территорий. 6 февраля он проводился в этом году, когда они говорят, что это наша территория. И мы думаем, что они придут и будут сажать веточки, елочки, ничего подобного. Это их территория. Некоторые говорят, нет, там строятся военные базы, никогда не отдадим. Но я хочу сказать, ведь мы отдали кучу военных баз. И совершенно спокойно, уже построенные. Поэтому верить тому, что вот сейчас строится, и поэтому это никогда не будет отдано, я бы постереглась. И еще, мне кажется, что это та тема, которая должна стать достоянием гласности. Чтобы все люди понимали, что курилы – это не частный случай. Это наше общее дело. Почему? Потому что только тронь. Ну и еще. Вот у меня отец воевал как раз там. Он воевал на Сахалине, на Дальнем Востоке. И я понимаю, он был там ранен и получил медаль, и все такое прочее. И я понимаю, вот если бы он сейчас встал из гроба и узнал, что идет такой разговор, я думаю, что он просто перевернулся бы. Вообще это невозможно. И потом земля поливали кровью. Мы за это воевали. И еще одно. Это пересмотр итогов Второй мировой войны. Это вообще немыслимо. Вообще просто немыслимо. И еще я хочу сказать, что совместное освоение – это очень лукавая формулировка. И надо к этим лукавым формулировкам относиться очень ответственно и подвергать их сомнению. Спасибо. Спасибо. Спасибо.